Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 45-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я хочу показать вам классный виджет, который позволит вам сделать параллакс объектов. Смотрите, когда я вожу мышкой, логотип Muse двигается, смотрите, во все стороны. Видите, я мышкой вожу, и он двигается. Причем можно сделать так, чтобы каждый объект двигался, например, только по оси XY, горизонтали, вертикали, да, или только по вертикали, или только по горизонтали. То есть, смотрите, вы сейчас видите, что задний план, город, картинка, она движется у меня только по горизонтали. То есть, это я сам ее так настроил, чтобы она так двигалась. И все это делает один виджет. Причем задний фон Background, он растягивается по ширине на 100%. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим его настройки. Виджет называется Parallax Background. Мы просто перетягиваем его на холст. И давайте посмотрим настройки. Первая позиция Background Image. У нас ссылка добавить изображение с компьютера. Сейчас пройдемся по настройкам и начнем добавлять изображение. Вторая позиция Select Layout. По списку, если кликаем, то у нас есть выбор. Смотрите, блок Image. То есть, например, если какая-то маленькая картинка, ну, она может быть не маленькая, но в смысле, имеется в виду, вы не Background делаете сзади, там не во всю ширину, а какой-то объект, типа вот объекта логотипа Muse, то, что я делал в примере. То вы выбираете блок Image. Full Screen Desktop. Если вы хотите сделать задний фон, то есть, вот как у меня город, во всю ширину вашего лендинга, то вы выбираете вот этот Full Screen Desktop. И у нас еще есть возможность сделать то же самое. Ниже позиция Full Screen это для планшета. То есть, если вы делаете своему лендингу планшетную версию, и хотите сделать то же самое, там, Parallax, например, Background, то вы выбираете вот этот Full Screen в третью позицию. И, соответственно, последняя позиция это Full Screen Phone, да, то есть для телефона. Делайте мобильную версию, хотите тоже сделать Parallax Background, то, соответственно, выбираете Full Screen Phone последнюю. Height Image мы с вами еще на примере рассмотрим. И остальные настройки рассмотрим при добавлении изображения. Итак, я кликаю добавить файл. Сейчас я хочу залить Background. Выбираю вторую позицию. Заливаю сначала Background. Выбираю файл с компьютера. И нам нужно растянуть данный Background во всю ширину на 100%. Здесь я выстраиваю по краям. А здесь я оттягиваю крайние линии своего холста, чтобы у меня показалась ширина 100%. И немного оттягиваю нижний маркер. Вот таким образом. Давайте при этих настройках посмотрим, что у нас получается. Вы видите, что у нас все получается. И у нас, смотрите, куда бы я мышкой не двигал, у меня во все стороны по оси X и Y движется наш Background. Здесь не хватает, смотрите, как бы плавности. То есть я прокручиваю, и картинка тормозит. Очень эффектно смотрится, если будет хотя бы небольшое такое скольжение. Как, например, вот здесь. Вы видите, что мышка тормозит, а объект еще немного движется. Это можно настроить в данном виджете. Смотрите, последняя вот эта вот позиция. Это как бы скольжение. Если мы поставим, например, здесь единицу, то, смотрите, видите, у нас происходит как бы резкое перемещение. В каких-то случаях, может быть, это пригодится. Смотрите, как дергается у миниофон. Он не дергается, а плавно двигается, да? И как двигается, видите, с единицей. То есть это вот это вот скольжение. Здесь, чтобы добиться максимального скольжения, кстати, больше единицы здесь выставить нельзя, вы здесь можете поставить 0,1. Минимальное значение. Тогда скольжение будет плавное и красивое. Высшая позиция – это глубина. То есть, смотрите, изображение прокручивается дальше, больше при как бы таком же движении мыши. То есть, например, я здесь поставлю 1. То есть больше здесь поставить тоже нельзя. И давайте посмотрим. Настолько сильно двигается, что обратите внимание на правую сторону. У меня картинка выезжает даже полностью. И видно сзади заливку браузера. Также и с левой стороны слишком большой зазор. То есть здесь вы настраиваете уже под себя, чтобы изображение у вас не вылазило по краям. Поэтому здесь вы можете оставлять глубину на усмотрение. Я ставлю 0,5. Следующие верхние, вот эти вот позиции вертикал, мувимент, мне, честно говоря, непонятно, на что они влияют. Я пробовал ставить и 100. То есть максимально здесь можно поставить 100. И вертикал, и горизонтал. Я не заметил, вот лично я не заметил, на что это влияет. Единственное, что здесь хорошо, если вам нужно сделать движение фона только по какой-то определенной оси. То есть, как в моем примере, что я вам показал в начале урока, вертикальная позиция, я вот здесь поставил 0. И теперь давайте посмотрим. У нас с вами должно двигаться только по одной оси. Смотрите, мышку вверх, вниз, ничего не происходит. Двигается только по горизонтали. То есть только в этом случае мне помогла данная опция. И у нас еще осталось с вами две нижние позиции, которые мы не рассмотрели. Invert Vertical Movement и Invert Horizontal Movement. Насколько я понимаю, если галочку я тут снимаю, то у нас не должно быть движения по вертикали. Или вот здесь по горизонтали. Вот эти две нижние опции тоже мне непонятно, на что они влияют. Я и включал, и выключал. Ничего не происходит, поэтому я их как бы и не трогаю. В принципе, остальных настроек тут достаточно, чтобы получить вот такой визуально красивый эффект. В принципе, с Background мы закончили. И давайте попробуем разместить какой-то объект посередине. Как у меня в примере, у меня здесь логотип Muse. Перед тем, как вы разместите изображение, вы должны посмотреть на это изображение, то есть какого оно размера. И чтобы разместить еще один объект с параллаксом, мы идем опять в библиотеку, и нам нужно тот же самый виджет вытащить еще раз. То есть вы можете использовать неограниченное количество вот таких вот объектов с параллаксом. То есть каждый раз, для каждого объекта, вы вытягиваете данный виджет еще раз на свой холст. Захожу в его настройки. Здесь я оставляю блок Images. Обратите внимание, что перед тем, как вы будете загружать изображение, вы его размер выставите таким же, как ваше изображение. Мое изображение логотип Muse 512 на 512 пикселей. Поэтому я должен выставить этот виджет 512 на 512. Поэтому вы переходите, ищите у себя перспективы, и выставляете ширину и высоту точно такую же, как ширина и высота вашего изображения. Я выставляю 512. И здесь 512. Все, с размерами мы определились. Давайте теперь загрузим изображение. Кликаем по ссылке «Добавить файл». Выбираю файл с компьютера и нажимаю «Открыть». Наше изображение подгрузилось. И давайте сразу посмотрим, все ли у нас хорошо. Смотрите, что у нас происходит. Смотрите вот на этот край, и вы видите, что у нас обрезается изображение. Также сверху и снизу. Здесь ничего страшного, у нас просто стоит с вами галочка в настройках. То есть смотрите, вот эта вот галочка «Hide Image», он обрезает как бы изображение по вот этим рамкам. Если мы здесь галочку уберем, то изображение будет свободно перемещаться, не имея границ. Давайте посмотрим. Вот я двигаю, и вы можете видеть, что нигде изображение больше не обрезается. И если вы хотите, чтобы, например, задний фон или задние объекты едва, ну то есть чуть-чуть-чуть-чуть двигались, а передние объекты как бы больше двигались, да, при движении мыши, вот как у меня в примере, задний план у меня движется, то есть чуть-чуть поддвигается, то для этого вы должны выставить в параметрах виджета вашего бэкграунда вот эту глубину, минимально выставить 0.1. Ну и, соответственно, у объекта вашего выставить глубину максимальную, какую только можно, это у нас единица. Тогда объект с глубиной единицы будет больше двигаться, да, соответственно, задний фон 0.1 у нас стоит, будет двигаться чуть-чуть. И вот смотрите, как двигается мощный объект, и задний фон у нас едва двигается, да. Как раз дает такой эффект Parallax. В принципе, на этом урок заканчиваю я, надеюсь, вам тут было все понятно. Данный замечательный виджет под этим видео, ссылка на мой сайт, перейдете и скачаете его там. Я в примере просто показал вам два объекта, да, то есть логотип и задний фон. Соответственно, объектов вы можете набросать сколько вам нужно. На этом я заканчу данный видеоурок и увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэйдж, делайте их круто! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!